Настоящая огромная коллекция растений, и здесь, блин, да я не знаю. Если чувствуете, что тормозите, просто делайте точку. Точку. С большим удовольствием, Александр, я с вами готов ходить круглосуточно на любые экскурсии по данной оранжереи. Редкая возможность пойти в музей и не только что-то посмотреть, но еще и понюхать. Спасибо, Александр, за предоставленную возможность. У меня же вообще нет опыта. Прекрасно. Вы не снимались раньше? Никогда. Серьезно? Вообще. Вы таланты. Здравствуйте. Мы вновь на канале Европлант Лайф, и мы опять в Ботаническом саду имени Петра Великого. С нами сегодня Александра Медведева, предводитель пиар-службы Ботанического сада. И сегодня она расскажет нам все, что мы хотим увидеть в Ботаническом саду. Возможно, это будет цикл передач, поскольку на самом деле очень много чего можно рассказать об этом замечательном месте. Александра, я был в вашей группе ВКонтакте, видел, что ваши подписчики задают вам очень много вопросов. Хотел бы узнать, какой из них самый сложный? Самое сложное, какой маршрут выбрать, потому что у нас два маршрута, которые работают круглый год. Это субтропический и тропический. Тропический маршрут еще мы можем порекомендовать, если вы, например, пришли с детьми. Потому что каждая оранжерея тропического маршрута очень отличается от предыдущей. И дети переключают внимание. Это здорово. Они меньше устают, что ли. И также тропический маршрут просто незаменим для тех, кто любит кактусы. Давайте сейчас в кактусы пойдем. Да, я смотрю, здесь совершенно другой климат, другая растительность. Мы как будто бы с вами переехали из одного региона планеты в другой. Мы сейчас на Мадагаскаре. На вот этой куртине представлены растения, привезенные из экспедиции на Мадагаскар. Слушайте, Мадагаскар совершенно прекрасный. О Мадагаскаре мы знаем очень мало. В основном у нас очень ограниченные туристические направления. Люди ездят в Египет, в Турцию. Ну и, наверное, очень мало знакомы с такой флорой. Приехать, потом увидеть это в естественной среде обитания, это очень интересно, узнаваемо. Или наоборот, часто приезжают и говорят, о, у вас вот как в моем путешествии в Китай, в Таиланд. Это тоже очень приятно. Ну вот я смотрю, цветет толстянка. У многих это растение растет на подоконниках, но я впервые вижу, чтобы оно цвело. Все цветковое должно цвести. Если вы хотите, чтобы растение зацвело, ему нужно устроить прохладную зимовку несколько недель. У нас часто это совпадает с периодом, когда уже прохладно, но еще не включены батареи, и оно должно, в принципе, зацвести. Если снизить при этом полив, долго цветет, приятно пахнет. То есть, в принципе, такая же история, как и в субтропиках, все равно какое-то понижение температур нужно. Для закладки цветочных почек, да, совершенно верно. Кроме того, в этой оранжереи вы видите все крупные растения. Посмотрите, опунции, циреусы, это довоенные экземпляры, на них висят георгиевские ленточки. Это, кстати, не мода последних лет. Это традиция, которую 30 лет назад ввели сами ветераны-садоводы, отметили эти растения, спасенные в годы блокады. Слушайте, ну они замечательно выглядят абсолютно. Никогда бы не подумал, что они достаточно долго здесь растут. Они вполне свежие и тоже вот собираются цвести опунцию, насколько я вижу. На дедушек не похоже, да? На дедушек не похоже абсолютно. Похоже на цветущих юношей. И здесь еще я вижу и агавы. Здесь есть и агавы, и алоэ. Их можно сравнить между собой. И, кстати, пойдемте, я вам покажу самое примечательное растение этой оранжереи. Пойдемте. Когда мексиканцы приезжают к нам и спрашивают, что это такое, мы говорим, это ваша агава. Мне говорят, да не может быть. Потому что в природе таких крупных агав и агав, которые живут так долго, а этой девочке больше 70 лет, просто не бывает. Но у нас сумрачный регион, у нас мало солнца, и она у нас отказывается цвести. Она child free. Поэтому пока она не зацветет, она будет расти. Пока она не зацветет, она будет расти. Дело в том, что у агавы только одна точка роста. Она превращается в цветонос. На этом ее жизнь заканчивается. Но не мгновенно. Вот можете посмотреть как раз цветонос. Агава зацвела весной. Еще она жива. Она тратит силы на все силы, накопленные за всю жизнь. Она тратит на возревание семян. И медленно умирает уже, когда полностью созрели все семена. И обратите внимание, там агава всего метровая. А здесь у нас практически метров пять. Просто огромная. Если вы смогли удивить даже мексиканцев, то я думаю, что все, кто придет к вам из-за соотечественников, будут удивлены вдвойне. После пустыни мы попадаем в саванну. Что вы знаете о саваннах? О саванне знаю очень мало. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, это баобаб. Совершенно верно. И у нас он есть. Неужели? Да. Вот он. Он совсем маленький. Какой маленький? И по возрасту, и по объему. Оно... Ему еще расти и расти. Обратите внимание, есть даже плодик баобаба, который привезли наши преданные фанаты. Да, и мы повесили в качестве наглядного пособия. Ну, своих плодов, я так полагаю, ваш баобаб пока не приносит. Ну... Ну, возможно, лет через пятьдесят. Возможно, да. Приходите лет через пятьдесят. Да, баобабы живут очень долго. Я думаю, что, учитывая стаж многих растений в этой оранжереи, что у баобабы есть все шансы. Безусловно. Александр, ощущение, что мы попали в какие-то джунгли. Я жалею, что не взял с собой мачете. Мы действительно попали в джунгли. Обратите внимание, какие вокруг растения крупные листья, которые испаряют очень много влаги. А там даже есть тропические плоды. Ну, я так понимаю, что это бананы. Совершенно верно. Просто они очень маленькие. И после джунглей мы отправимся в огромное оранжереи, наполненное декоративными и плодовыми растениями тропиков. Давайте пойдем посмотрим. Замечательно. Мы очень любим смотреть все, что можно съесть. Ну, здесь такой колорит английского сада конца девятнадцатого века присутствует, мне кажется. У нас даже снималась одна из серий Шерлока Холмса. Ну, как раз, когда место действия оранжереи. И как раз в этой оранжереи, вот здесь вот на лесенке, доктор Ватсон прикрывает платком попугая. Еще один отличный повод прийти на тропический маршрут зимой, и это чудесные запахи. Например, сейчас мы стоим под аркой, увитой настоящим жасмином, и здесь очень приятный аромат. У нас многие наши зрители совершенно недавно обнаружили, что оказывается, то растение, которое растет у нас, называется чебушник. А здесь мы наконец-таки можем и не только увидеть, но и понюхать настоящий жасмин. Какой он, в принципе, должен быть. Запахи действительно очень похожи. Запах совершенно божественный, совершенно прекрасная арка. Огорчает единственное то, что мы не можем это реализовать у себя на даче вленобласти, к сожалению. Вполне можно реализовать у себя дома. В квартире. В квартире. Да, смотрите, когда мы говорим о тропических растениях, они в большей степени подходят для наших квартир, потому что мне нужна зимовка. А вот с субтропическими там сложно. В оранжереи с плодовыми растениями тропиков мы знакомимся с кофе. Помните, вы показывали вам банан? Да. Дикий банан имеет косточки, крупные косточки. Его невозможно совершенно есть. Банан заостренный. А если мы посмотрим на, скажем так, его потомков, да, уже с применением селекции, посмотрите, какой банан не только съедобный, но и низкорослый. Ну да, совсем другой деревец, как он родит. Да, легко собирать его. А за ним есть банан, который, наоборот, декоративный. Он цветет фиолетовыми цветами. Удивительно. А перед декоративным бананом растет папайя, и посмотрите, какие шикарные плоды. Кстати, для детей лучше выбрать формат детской игровой экскурсии. На ней поменьше информации, она в квестовой такой форме передана, и дети лучше запоминают, лучше усваивают, и потом с удовольствием пересказывают те растения, ту информацию, которую им рассказал экскурсовод. Далеко не каждый год у нас вызревает манго, но в этом году нам повезло. Посмотрите, какой сочный крупный плод висит с лета и постоянно увеличивается, и, мне кажется, он даже начал уже немножечко желтеть, краснеть. Вообще, в оранжериях ничего нельзя трогать. Как в любом музее. Как в любом музее, совершенно верно. Поэтому мы тоже любуемся. Последние оранжереи тропического маршрута мы видим довольно много разных ароидных, и не только. Посмотрите, что у нас здесь. Ой, какие замечательные черепашки. Вот так все говорят о коллекции орхидей и не замечают. Всегда приносятся на постоянную экспозицию те орхидеи, которые зацветают у нас в запасниках. Поэтому экспозиция все время обновляется, и как раз в ноябре и декабре их максимальное количество. Вот, казалось бы, зима, а самое время смотреть на орхидеи. Ну, я думаю, что вас можно посмотреть не только на прекрасно цветущие фаленопсисы, а еще и на какие-то другие орхидеи. Совершенно верно. И драгоценные орхидеи, и башмаки. Чаще всего у нас здесь видовые, но бывают и интересные сортовые варианты. Прекрасная коллекция Гуанем. Кстати, одно из лучших вообще. Это растение идеально для Петербурга. Это то самое растение, которое снималось в фильме Леон. Конечно, оно у него выглядело не совсем... Не столь декоративно. Наоборот, оно было очень слишком декоративно. Оно вот как будто его взяли из магазина, и оно все такое аккуратненькое, подкормленное. Ну, понятно для фильмов. Ну, у вас-то не менее декоративно все выглядит. Экскурсия у нас длится около 50 минут, и завершается здесь рядом с Монстерой Съедобной. И позади нас находится та самая знаменитая дверь, которую вскрывал Sherlock Holmes. А вот о которой мы как раз говорили, где вырезали вот этот кружочек в стекле. И вскрывали замок. Замок теперь новый, но дверь все еще та же. Ненавязчиво напоминаем вам про лайки и подписки. Это нужно и каналу Европлант, и нашей группе ВКонтакте. Это все очень нужно нам для того, чтобы продолжить с вами общение и показать еще больше интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok